Приветствую тебя, друг! Если ты смотришь данное видео, значит ты узнаешь, что предпочитаю я в игре. Модификации, оружие, одежда и так далее и тому подобное. Начнем мы сегодня с торговцем передовым оружием. Тут мне понравился лишь единственный глушитель. Не забывайте, этот глушитель только для ПП, но он действительно неплох. Шанс критического попадания 7% это высокий процент. Урон от выстрела в голову 5,5% это неплохо. Плюс дает стабильность, сниженную уровень угрозы. Покупайте, вы не пожалеете, стоит данная модификация всего 512 тысяч обычной валюты. База, левый торговец. Тут у нас продается армейский М60Е4. Это самый жесткий пулемет, который есть. То есть у него максимальный урон. Обратите внимание на урон, но вы можете не очень сравнивать с моим. Он может отличаться от вашего из-за показателя оружия. Но я вам говорю, что это самый сильный пулемет на данный момент по урону. Так вот, данные навыки у него, таланты точнее, мастерство. Это крит. Дальше, брутальность. Это урон от выстрела в голову. И хватку вы меняете на какую-нибудь там, я не знаю, смертоносность. Потому что это открыто идет как раз урон. И у вас получается просто потрясающий пулемет. 17% это, по-моему, топовый сейчас показатель у пулеметов. Могу ошибаться. Далее мы переходим к неплохому очень рюкзаку. Почему неплохому? У него хорошая броня. У него хорошая специализация. У него есть урон от критического попадания. Сопротивление к кровотечению. ПВП он будет незаменим. Плюс у него практически топовый показатель ХП. Далее мы переходим к модификации. Это вот этой модификации. Это у нас электроника. Те, кто упарывается по электронике, обратите внимание, практически топовый показатель электроники. Плюс вам дает основную характеристику, шанс критического попадания. Ну и напоследок к тому же пулемету можно, допустим, поставить вот. Неплохую очень обойму. Шанс критического попадания. Емкость небольшая магазина, но она, собственно, не нужна. Но тут есть скорострельность. Так что берите данный пулемет, берите под него данную обойму, и вы будете нагибать очень даже. База, правый торговец. Тут у нас продаются рецепты. Обратите внимание на пулемет L86. Я уже говорил по поводу этого, что L86 имеет самую лучшую скорострельность и самую лучшую кучность стрельбы. Если вы приверженец именно таких пулеметов, покупайте данный рецепт. Таланты прилагаются, соответственно. А далее мы перейдем у нас в модификацию запаса сил. Вы хотите топовую модификацию запаса сил? Друзья, покупайте. Рецепт стоит 696 фениксов. Не так дорого, но вы тем самым можете себе очень сильно поднять количество хп. Это волчье логово, то есть на территории самого города. Опорный пункт. Я вам предлагал обойму за фениксы. Теперь же я вам предлагаю обойму за обычную валюту. Стоит 455 тысяч. Шанс критического попадания 7,5%. Емкость магазина и скорострельность. Опять же, для того же самого пулемета. Либо для какой-нибудь хорошей штурмовой винтовки вроде калаша. Опорный пункт. Последний зов. Я завидую тем, у кого есть пп. Данный глушитель для вас. Я бы хотел лично у себя на клаше увидеть. Значит, что у нас? Шанс критического попадания большой. Урон от выстрелов в голову хороший. Урон от критического попадания хороший. Плюс снижен уровень угрозы. Я поздравляю тех, у кого есть пп. Еще раз говорю, очень классный глушитель. Мы закончили с базы. Мы закончили с опорными пунктами. Переходим к кпп. Это правый кпп ТЗ-6. Тут у нас рюкзак опять же такой же, как мы уже встречали. Но тут есть у нас броня. Сопротивление к кровотечению. Специализация хорошая. Вот данный талант. И если вы тут закрафтите до 1000, например, то у вас получится хороший пвп рюкзак. Правый кпп ТЗ-3. И если вы используете аптечки, а мы все используем аптечки, то данная модификация нам будет очень кстати. 6% первая помощь в самолечении. ТЗ-3. Левая кпп. Тут продается модификация почти топовая на оружие. Плюс броня. Очень хорошая модификация. Всем советую. Стоит 137 тысяч. Да, дорого. Но она спасет вам жизнь. Темная зона 1. Правый кпп. Тут продается армейский М870. Не забывайте, это не самый лучший М870, но все-таки неплохой. 156 тысяч урона. Не забывайте про мое количество оружия. Оно выше обычно, чем большинство. Поэтому будет отличаться от вашего. Контузия 282%. Мстительность. Да. Потом разрушаемость. И, например, в империз вы можете на брутальность поменять. У нас будет неплохой ПВП-дробовик. И напоследок церковь. К сожалению, темная зона, кроме КПП, ничего толкового не дала. Только в церкви есть одна шмотка, которая меня заинтересовала. На ней закончим мы обзор. Это рюкзак боевика. Почти топовое значение оружия. Урон от критического попадания. Плюс боезапас. Кто собирает боевика, я советую данную шмотку. Она реально крутая. При том, что она требует 35-й рейтинг. И всего 196 тысяч валюты темной зоны стоит. Напоминаю, что если данное видео не соберет и тысячи просмотров, больше я данное видео подобного плана делать не буду. Все зависит от вас. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok